От политики до проблем социума. В школе-лицее номер один состоялся городской этап республиканского департного турнира Ошхыр-Ой-Алане. В нем приняли участие ученики 26 школ города с русским языком обучения и 8 школ с казахским. Диасна Спаев расскажет подробнее. Резолюция, статус-кво и оппозиция. Эти термины навряд ли знакомы обычному человеку. Сегодня наша съемочная группа находится в школе-лицее номер один на городском этапе общенационального республиканского турнира. Количество команд и имена победителей узнаете далее. Турнир собрал команды из 34 школ города. Игры проходили в британском парламентском формате, по которому сегодня проводятся чемпионаты Европы и мира. По словам организаторов, главная цель дебатного турнира – это развитие молодежи новокараторского искусства, критического мышления, культуры речи, способности анализировать, а также расширение кругозора. Дебатное движение – это одно из видов, когда молодые люди могут продемонстрировать свое умение отстаивать точку зрения, проанализировав определенную литературу, научные источники и таким образом посредством ораторского мастерства отстоять свою позицию. В год проходит 4 турнира. Начинается турнир с городских, с районных этапов. Затем те команды, которые занимают первые места, отправляются на областной этап, где принимают участие все города и районы области. Затем команда, которая побеждает в области, представляет на республиканском этапе Кустанайскую область. В этом году наша школа, девочки нашей школы участвовали в городском этапе, они успешно заняли первое место, выступили на областном этапе. И им посчастливилось побывать на республиканском этапе, представить Кустанайскую область. И одна из девушек, Туркестанова Ксения, стала лучшим спикером в номинации на республиканском этапе. Участникам турнира дается 5 минут на официальное выступление. За это время дебатер должен раскрыть свою тему таким образом, чтобы ее смогли понять присутствующие, а главное – члены жюри. К примеру, в одной из резолюций турнира выпала тематика «Влияние молодежной субкультуры на несовершеннолетних». Команда на первом нашем дебатном раунде. Будем приступать. И для первой конструктивной речи по резолюции эта палата считает, что молодежная субкультура оказывает пагубное влияние на несовершеннолетних. Приглашается премьер-министр. Ваше время 5 минут. Начинаем с первого вашего слова. Прошу. Все вы знаете, что длительное время дебатное движение у нас проходило в дистанционном формате. Поэтому я вас поздравляю. Сегодня, ребята, вы можете высказать свое мнение, предоставить свои аргументы воочию. Кто-то из вас новичок сегодня, кто-то ас в этом деле. Поэтому ничего не бойтесь, особенно новички. Вперед! Здесь собрались сегодня сильнейшие умы из школ города Кустаная. Поэтому у вас все получится. Вы молодцы. Даже в дистанционном формате каждый из вас яро отстаивал свою точку зрения. Показал, что вы лучшие. Вы показали свои способности именно в дебатном движении. Все вы знаете, что это очень сложная игра, но тем не менее увлекательная. Дебатный турнир длился весь день. В казахской языковой лиге победу одержала команда школы-гимназии имени Сырбая Мауленова. В русской лиге победили дебаттеры из школы-лицея номер один. Участники, которым удалось защитить свою точку зрения и набрать высокие баллы, получили призовые кубки, почетные грамоты и поощрительные подарки. Подобные встречи, пообещали организаторы, будут проводить чаще. Диасна Спаев, Олег Сытник, телеканал Костанай.